МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 декабря, пятница, новости на Думской ТВ. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. Коротко о главных событиях этого дня. Машина скорой помощи для батальона Айдар передана с американского континента. К весне на Одесской таможне в полном объеме заработает система электронного оформления грузов. В Балтии выступают против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следить за движением общественного транспорта теперь можно онлайн. Машины скорой помощи для зоны АТО и переселенцев. Украинская диаспора в Америке собрала средства для приобретения двух автомобилей. Их доставили в Одессу. Одну машину передали батальону Айдар, другую – переселенцам, проживающим в Белгород-Днестровском районе. Американскую помощь протестировал наш корреспондент Александр Тарасенко. Этот автомобиль скорой помощи марки «Форд» три месяца шел морем с американского континента. Сегодня он в Одессе и уже сейчас отправляется на передовую, где будет помогать бойцам Айдар вывозить раненых с поля боя. Бойцы медицинской службы батальона Айдар приехали в Одессу, чтобы получить автомобиль, доставленный из Америки. С техникой они уже познакомились. Говорят, машина отлично подходит для условий бездорожья, в которых она будет использоваться. Автомобили на фронте – не более чем расходный материал. За время конфликта в зоне АТО батальон Айдар потерял уже не одну машину скорой помощи. Так что прибывшее подкрепление – отличная и, главное, своевременная помощь для украинских бойцов. Были «Мерседес» и «Спринтеры». Ну, один у меня, к сожалению, в секторе А был взорван на передовой. Получилось так, он пострадал. Минобороновская «Буханка» была взорвана у «Аска» на трехизбинке. Было четыре, сейчас с этим три. Одна изломалась до конца. Покупка и доставка этих автомобилей в Украину стала возможна благодаря помощи представителей украинской диаспоры и небезразличных американцев. На этот раз из-за океана доставили сразу две машины. Собрали средства и купили две машины. Одна машина пойдет на батальон Айдара, вторая – в Белгород-Местровск. И они переданы по той причине, потому что там нуждаются. Они непосредственно, и мы непосредственно связывались с людьми, которые говорили, что вам нужно. Нужна машина. В Белгород-Местровском районе американская машина скорой помощи будет помогать переселенцам с Востока. Представители фонда заявляют, это не последняя помощь от украинской диаспоры в Америке. В планах у волонтеров еще много серьезных проектов. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Боевики обстреляли позиции Одесской 28-й гвардейской механизированной бригады в районе станицы Луганской и Счастье. Об этом сообщает сайт Думская НЭД, ссылаясь на офицеров соединения. Отмечается, что снаряды залетели и в само счастье. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Повышение тарифов на коммунальные услуги жителям области не по зубам. В Балтии образовалась задолженность по субсидиям, а цену на газ для населения эксперты называют необоснованной. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лично навестил север Одесской области, чтобы поговорить с населением о проблемах коммунальных платежей. В Балтии значительные задолженности по субсидиям. Более четверти счетов по коммунальным услугам и более 30% компенсации оплаты твердого топлива и газа государством не возмещены. Средства, выделенные на модернизацию систем водоснабжения, тратятся на покрытие разницы в тарифах для населения. В последние два года электроэнергия поднялась на 252%, а тариф на воду поднялся на 41%. Мы сегодня за рахунок тех инвест-программ, где мы можем развивать инфраструктуру водопостачального предприятия, мы сегодня не развиваем, а мы можем такую подушку безопасности, чтобы автоматически не прикладать этот тариф на жителей. Местные жители возмущены. Они говорят, средства, собранные с населения за четыре последних года, потрачены безотчетно. Сумма в 32 миллиона гривен, столько уплатили балцы за пользование канализационной системой, хватило бы на ремонт коллектора, уверен местный житель Михаил Чабанюк. Михаил Саакашвили еще раз акцентировал внимание на открытости власти на всех уровнях. Он уверен, только в совместном диалоге между народом и госуправленцами можно достичь стабильности. В ходе круглого стола эксперты говорили о завышенных, по их мнению, тарифах на газ и еще раз призвали к переходу на альтернативные виды топлива. Павел Репин, Александр Бондарь, Думская ТВ. На Одесской таможне автоматизируют оформление документов. Для этого в работу внедрят систему обработки данных Осикуда. Программное обеспечение Украине бесплатно предоставит ООН. А вот за техническое сопровождение придется заплатить 17 миллионов гривен. Продолжит тему Алла Есина. Автоматизированная система обработки таможенных данных Осикуда успешно работает более чем в 86 европейских странах. Она позволяет минимизировать человеческий фактор при оформлении документов. При обработке документов у нас инспектор выясняет, что эти документы соответствуют действительности или не соответствуют действительности. Сейчас модули в этом программном обеспечении смогут это выяснить автоматически. Для имплементации систему в работу Одесской таможни понадобится 12 месяцев и 17 миллионов гривен. На протяжении всего периода украинских специалистов будут обучать европейские коллеги. Система предоставляется с открытым кодом. То есть адаптировать и создавать обновления для нее смогут местные программисты. В целом система Осикуда ворота обработает более чем 16 миллионов деклараций на год. Что это означает для нас? На сегодняшний день 440 в среднем деклараций на год. Эту количество можно будет увеличить до 600-700 деклараций на год. Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская заверяет, Осикуда не только сократит время на оформление документов, но и сделает процесс более прозрачным, значительно уменьшив коррупционные риски. Эта система позволяет нам оформлять вантажи от 15 минут в зеленом коридоре до часа в червеном коридоре. То есть сокращение часа оформления приблизительно в 14 раз. Все участники таможенного процесса получат автоматизированный доступ к системе. Вместо мокрых печатей будут использоваться электронные штрих-коды. А возможность обмениваться данными с другими странами значительно сократит потоки контрабандной и контрафактной продукции. Алла Есина, Виталий Прус, Думская ТВ. За движением общественного транспорта теперь можно следить онлайн. Со всеми остановками на карте указаны маршруты 21 трамвая и 11 троллейбусов. В разработке схема движения маршрутных такси подробности знает Ксения Терзи. Этим пользовались в прошлом веке. В нашем веке мы используем гаджеты. Веб-портал «Транспорт Одессы» заработал в тестовом режиме. С его помощью любой желающий может в реальном времени отследить местонахождение городских троллейбусов, трамваев и техтранспорта различных коммунальных предприятий. Сами модули были установлены еще несколько лет назад. То есть этим мы сами пользовались, наши диспетчера, но теперь это вышло на общий доступ. Наполнение, так скажем, сайта будет намного серьезнее и аккуратнее, так как теперь это публичность. Со всеми остановками на карте указаны маршрут 21 трамвая и 11 троллейбусов. Также можно узнать общую протяженность маршрута и скорость движения транспорта. На веб-портале размещена и карта парковочных площадок города. Легче нам стало работать, потому что по программе, по этой схеме мы можем отследить то, что нам нужно знать. Мы работаем в системе аварийной бригады, и все, что творится на линии, собирается у нас здесь на двух пультах, и мы уже принимаем решение к восстановлению дорожного движения. Одесситы уверены, сайт позволит им сэкономить время. Для меня это, наверное, будет удобно, потому что как в постоянном интернете. Ко всему новому нужно относиться положительно. Так уже везде, во всем мире. В Тернополе уже давно такой сайт разработанный, и мы не используемся. Пока на сайте можно отсмотреть любое движение электротранспорта в Одессе. В ближайшее время планируется подключить и маршрутное такси. Ксения Терзи, Евгений Очменцев, Думская ТВ. История настоящих людей. Евгений Положий презентовал свой роман «Иловайск». Автор настаивает, это не документальное, а художественное произведение. Но в нем собраны истории реальных героев, которые ценой собственных жизней защищали целостность и независимость Украины. Что потолкнуло Евгения рассказать о судьбах воинов, побывавших в Иловайском котле, знает Алла Есина. «Я не планировал писать о войне», – говорит Евгений Положий. Роман родился по воле случая. После фотографии, которые показал друг, участник миссии «Черный тюльпан», журналист понял, он обязан найти правду. Погибших было больше, место боевых действий сместили, убежден автор романа. Но герои были настоящими. И погибали за родину они тоже по-настоящему. Всегда были герои, которые шли и умирали, иногда даже бессмысленно. Всегда были люди, которые как бы вроде ничем не выделялись, но которые составляют костяк, которые просто приходят и говорят, да, это мой долг, это моя работа, я буду защищать свою родину, все. Я буду воевать, и фиг меня кто убьет. Роман повествует о реальных людях. Один из героев – Анна Ильющенкова, позывной Мурка. Медик батальона «Донбасс». В Иловайске была с первых дней. Мне хотелось рассказать о том, что я пережила, мне хотелось, чтобы наши дети, внуки, потом, я думаю, эта книга очень будет, проживет длительную свою жизнь, и чтобы они узнали, что происходило, потому что здесь рассказывались именно правдивые истории. Выходила Анна из Иловайска в августе. В зеленом коридоре, который назвали коридором смерти, получила ранение. Попала в российский плен. Реальную медицинскую помощь получила, только вернувшись домой. Если было очень тяжелое ранение ноги, то через семь дней меня отправили за рубеж на лечение. Там меня спасли ногу, поэтому на сегодняшний день я стою на двух ногах, могу уходить. Благодарна, конечно, очень и Литве, и Германии. Каждая история, рассказанная Евгением, – это маленькая трагедия большой страны. Но главной новеллой сам автор называет «1396. Возвращение». Это история трехлетнего Саши, который вместе с бабушкой написал письмо святому Николаю. У меня папа обещал купить велосипед, ну бабушка пишет за него, ему три года, но погиб под Иловайском 26-го числа. Велосипед мне подарить, пожалуйста, святой Николаевич. К письму приложил две фотографии с отцом последние. И вот он так расписался, бабушка расписала его. Вот, знаете, как дети расписываются. То есть это документальная вещь. Вот, вот так вот. Он написал в конце. Это моя остальная фотография с татом. Выбороть и краще. Никогда не забуду. Благодаря волонтерам Саша получил свой велосипед. А когда вырастет, обязательно узнает, что его отец, как и тысячи других воинов, был героем, который погиб, защищая родную землю и борясь за будущее своего сына. Потому что хотел выбороть и краще. Алла Есина, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. С нового года в Одессе начнут работать по европейскому образцу 30 семейных врачей. О главных аспектах стратегии реформирования системы здравоохранения рассказали менторы проекта. Подробнее в репортаже Павла Репина. Лечиться по-новому украинцы будут уже с нового года. Советник губернатора Одесской области Мария Гайдар уверена, что первые шаги на пути к европейскому уровню медицинского обслуживания одесситы заметят именно в системе областного управления здравоохранения. Конечно же, мы будем искать системные подходы и искать системные институциональные решения. Но самое главное в той системе, которая есть сейчас, мы считаем, что самое главное – это выйти и начать делать уже хотя бы что-то. И это уже что-то, это будет уже существенное изменение по сравнению с тем, что есть. Один из приоритетов – перезапуск системы первичной медицинской помощи. А именно создание новой службы общей практики – семейных врачей. Помимо этого, планируют наладить двухстороннюю связь с теми, ради кого работает система здравоохранения – пациентами. Общественность, пациенты со всей Украины смогут получать ту информацию, которая им нужна, будут иметь доступ к этой информации, отслеживать качество предоставляемых услуг, выносить рекомендации о том, как вся система здравоохранения должна работать лучше, чтобы все люди могли получить качественную медицинскую услугу. Распоряжаться заработанными деньгами больницы смогут по своему усмотрению. Юлия Пробачая, Павел Репин, Александр Бондарь, Думская ТВ. Главный атрибут новогодних и рождественских праздников – елка или сосна. Хвойные деревья уже появились в продаже на улицах Одессы. Их стоимость почти в два раза превышает прошлогодние показатели. Сколько придется заплатить горожанам за новогоднее дерево, узнавала Алла Есина. Первыми на улицах Одессы появились сосны. Выбор достаточно большой – от букетов из веток до двухметровых красавиц. А вот цены в этом году неприятно удивляют горожан. Сосны елки у нас от 200 гривен и выше. С 15-го числа уже продаем. И люди уже покупают? Берут, спрашивают, подходят, очень много спрашивают. Значительно дешевле сосен в этом году елки. За 180 гривен можно выбрать самую пышную и высокую, заверяют продавцы. Вот, 50 гривней. Ну, такой по 100 рублей. Ну, вот, что еще вам сказать. А самая дорогая? Ну, нет, дорогой у нас не тут. 150. Без традиционного зимнего дерева Новый год одесситы не представляют. Несмотря на высокие цены, готовы платить за праздничное настроение. Елочку в этом году ставить будете? Да. Ну, за шею. Приятнее отмечать Новый год вот такую вот елочку. Ну, Новый год. В этом году стоимость хвойных красавиц колеблется от 200 до 800 гривен. Но, несмотря на колючие цены, одесситы не отказываются от покупки елок и сосен. Алла Есина, Виталий Прус, Думская ТВ. Позвонить Святому Николаю можно лично. Кабинка для связи установлена на Думской площади. Подробнее о новогодних и рождественских мероприятиях расскажет Ксения Терзи. Новый год в Одессе отметят с размахом. На Думской площади будут вертепы, спектакли и ярмарки. Праздничные мероприятия пройдут во всех школах и детских садах. Но все самое интересное запланировано на 31 декабря. Традиционно в этот день в Одессу приезжают очень много гостей. И одесситы стали уже с радостью приходить на Думскую площадь. Новогодняя ночь подарит очень много интересных проектов. Будут выступать замечательные артисты. И одесские, и приглашенные, и звезды, и экс-фактора. И, безусловно, как всегда, будет и дворцовый фейерверк. Особенность этого года – кабинка для связи с Святым Николаем. Теперь Святому Николаю можно позвонить лично. Святой Николай, скажите, что вы желаете нашим телезрителям? Вашим телезрителям и всем-всем-всем людям я хочу пожелать счастья, крепкого здоровья, мира и любви. С праздниками! Позвонить Святому Николаю и получить подарок может каждый ребенок. Главное правило – рассказать стихотворение или спеть песню. Мудрый, правильный, отец, Бог всех любит и спасает, а в ответ молитву чаю. Ксения Терзи, Алексей Мураховский, Думская ЧВ. Одесские полицейские взяли на себя роль Святого Николая. В преддверии праздника они отправились в детский приют с подарками, устроив малышам, лишенным родительской опеки, новогодний праздник с сюрпризами и сладостями. Свидетелями этой встречи стала наша съемочная группа. Эти коробки с подарками, сладостями и фруктами в детский областной приют «Светанок» привезли полицейские. Сотрудники Хмельницкого отделения Малиновского района Одессы уже не первый год устраивают праздники малышам накануне Дня Святого Николая. Кто будет играть в амблентон? Кто хочет? Малинец. Будешь играть в амблентон? А научились? Делайте. Каждый из воспитанников приюта в этот день ощутил на себе заботу людей в погонах. А вот концертную программу организовали ученики 19-й школы. В преддверии праздника Сотова Николая мы с этим коллективом решили поздравить деток из приюта, который расположен на территории обслуживания нашего отделения полиции. Постарались максимально, что мы могли их порадовать, то есть каким-то количеством игрушек, сладостей. Подобные праздники для детей, лишенных родительской опеки, трудно переоценить. Каждый такой визит дарит детям немного тепла и радости. Конечно, мы не ждем всегда подарка. Спасибо людям, которые нам помогают просто добрым словом, которые помогают нашим воспитателям, воспитательные детей, предоставляют нам возможности ездить на различные мероприятия. Это дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Родители могли оказаться в сложной жизненной ситуации. Временно они у нас находятся. На сегодняшний день в детском областном приюте проживают 28 малышей. Всего здесь могут принять до 50 воспитанников. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Балет «Щелкунчик» – подарок многодетным семьям. Праздник в оперном театре организовали при поддержке Одесского городского совета. Ксения Терзи продолжит. Екатерина – первая дочка в семье. У нее есть сестра и два брата. Все они впервые посетили Одесский оперный театр. Здесь очень красиво. Мне понравилась вот эта сцена. Мне очень нравится люстра. Она такая красивая. Мне моя тетя говорила, что здесь все покрыто золотом. В театре оперы и балета более тысячи многодетных семей. В честь Дня Святого Николая детям и их родителям подарили билеты на балет «Щелкунчик». Праздник организовали при поддержке Одесского городского совета. Конечно, приятно, когда высокопоставленные наши, можно сказать, чиновники нас приветствуют и когда поздравляют, и когда пекутся. А нас это очень всегда приятно было. Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил всех присутствующих с Днем Святого Николая. Мы хотели собрать все многодетные семьи нашего прекрасного города, вот сколько может вместить оперный театр, и подарить им вот те мгновения счастья, радости, веселья, вот шикарной красивой обстановки, убранства нашего прекрасного оперного театра. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ. Это были все новости на сегодня. Сегодня информация от синоптиков далее по телефону редакции Думская ТВ 788-0075. Вы можете сообщать о интересных событиях, свидетелями которых вы стали. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!